Итак, продолжим рассмотрение гидравлических аналогий. Следующий элемент, который в схеме вам встретится, это конденсатор. Конденсатор по школьному курсу физики известен нам как накопитель электрических зарядов. Рассмотрим его в составе некой электронной схемы. Источник напряжения, резистор, конденсатор. Две обкладки, на которые накапливается заряд. Как его представить в гидравлическом виде? Трубопровод, замкнутая труба, не оказывающая существенного влияния на течение жидкости. Насос, шестеренчатый, какой угодно. Насос, создающий давление. Давит туда, тянет отсюда. Резистор, решетка фильтра, сопротивление току воды. И конденсатор. Конденсатор лучше всего представить в виде гибкой мембраны, например, резиновой. Теперь моделируем. Первый момент времени. Система находится в равновесии, насос выключен, жидкость стоит. Включаем насос. Идеальный насос наш мгновенно дает давление. Ну, какое-то давление П. Что происходит с жидкостью? Жидкость начинает течь. Мембрана начинает прогинаться. Прогинается сильнее, потом сильнее, сильнее. И в какой-то момент сила натяжения мембраны становится такой, что она уравновешивает давление, создаваемое насосом. В этот момент ток жидкости прекращается. Но, естественно, как вы понимаете, в первый момент мембрана еще не растянута. Жидкость начинает двигаться с большой скоростью, с максимальной, а потом ток все замедляется, замедляется. И количество жидкости, проходящее через сечение. Сила тока замедляется. И в момент, когда мембрана растянута полностью, прекращается совсем. Натяжение мембраны уравновешивает давление мотора. Это означает, что конденсатор накопил заряд полностью. Что будет, если мы выключим насос? Насос выключим, он перекроет ход жидкости, но и перестанет создавать давление. В этот момент мембрана начнет создавать давление. Она начнет давить сюда и тянуть отсюда. Жидкость не пойдет, так как ток перекрывается насосом. Но давление создаваться будет вполне. Точно так же поступает конденсатор. В тот момент, когда вы... Здесь вот выключатель, да? Замкнули цепь, ток пошел. Электроны побежали, заряжают конденсатор. В тот момент, когда напряжение на конденсаторе, натяжение мембраны стало таким, что сравнялось с напряжением источника питания нашего насоса. Ток прекратился. Но накопленный заряд, после того, как вы разомкнете цепь, создаст напряжение в обратном направлении. Что еще важно тут понять, чему соответствует емкость конденсатора? Емкость конденсатора это растяжимость нашей мембраны. Если емкость большая, туда тока можно загнать в конденсатор. Зарядов много, она может здесь представить ее как что-то очень хорошо растяжимое. Но тем не менее, предел также существует. В какой-то момент мембрана растянется до своего максимального положения. Что будет, если насос создает давление 10 бар, а мембрана рассчитана на 5 бар? Естественно, она порвется. То же самое произойдет с конденсатором. Если у вас источник, допустим, 220 вольт каких-то условных, а конденсатор рассчитан на 50. Он будет заряжаться, заряжаться, заряжаться. Потом энергия, запасенная в растяжении мембраны, это, кстати, заряды, которые накапливаются на оплатках конденсатора. В какой-то момент давление, напряжение превысит прочность мембраны, произойдет пробой. Она будет прорвана, цепь будет нарушена. В данном случае это будет короткое замыкание. То же самое происходит с конденсаторами. Почему говорят, что ток не проходит постоянно через конденсатор? Именно потому, что в виде мембраны он его останавливает. А переменный, если насос будет качать туда-сюда воду, подавать туда давление, потом подавать обратно, мембрана будет колебаться вот так туда-сюда, туда-сюда. И для всей системы это будет незаметно. То есть если мы поставим наблюдателя вот здесь вот и будем смотреть, как жидкость идет туда, потом она бежит обратно, мы не сможем сказать, что там оказывается стоит какой-то элемент, который преграждает путь току нашей жидкости. Итак, третий важнейший элемент нашей схемы, конденсатор, подобен гибкой мембране. Да, уже после записи основного тела ролика нас на одном ресурсе познакомили со статьей, которая касается метода гидравлических аналогий. Там, в принципе, рассказывается много похожего, но зачастую используются неудачные аналогии, которые, собственно говоря, мешают построить потом нормальную ментальную модель. Мы коснемся немного. Если вы встретите где-нибудь в сети сравнение конденсаторов с баком, который растягивается, знаете, так аналогия не очень хорошая. В той статье конденсатор рассматривается именно в качестве бака. То есть, там как-то вот такая груша, которая вот растягивается при зарядке, а вот, то наполняется зарядами, а потом за счет силы упругости выдает их обратно. Такая аналогия не очень удачна. Первое. Если представить, что она накапливает заряд, мы тем самым нарушим первое правило Киргофа. То есть, аналога закону Ломоносова о сохранении вещества. Ничего в цепи, нигде, ни никуда не накачивается. Там накапливается энергия, действительно, энергия накапливается, а заряды нет. То есть, у нас получается, что если у нас это гибкое, да, то есть, мы сюда втекает одно количество зарядов, а вытекает другое. Потому что что-то же остается внутри, что-то же раздувает этот бак. Это первое. Второе. Когда конденсатор, вот представим, да, напряжение с него сняли, он начал разряжаться. В нашей аналогии совершенно четко. То есть, мы знаем, куда мы прогнули мембрану в прошлый раз. Мы знаем точное направление, в каком создается разность давлений. Вот эта штука создаст давление, ну, в голове, так чисто, если представить, ментальную модель, она будет отдавать заряды в обе стороны. Тоже, знаете ли, неверно. Поэтому, негодная модель, пользуйтесь лучше нашей. Следующий элемент, который вы встретите во всех учебных материалах, это индуктивность или соленоиды. Сейчас индуктивность очень редко встречается, на самом деле, в схемах, как с развитием полупроводниковых и интегральных схем. Она потеряла свою значимость, но в аналоговой схемотехнике обязательно будет где-то попадаться. Индуктивность, как мы знаем, это катушка, которая, как на школе учили, перегоняет, запасает энергию в окружающем магнитном поле. Наряду с конденсатором, она относится к элементам, у которых есть одно свойство. Напряжение задает, какой будет ток в сети. И если у резистора, у решетки, какое давление, или разница давления, такой будет ток через него, то у конденсатора, у катушки такого свойства нет. Мы это еще потом отдельно рассмотрим. Но именно это делает его сложным для понимания. Так, как же нам понять индуктивность? Вот индуктивность подключена она к какому-то источнику питания, постоянного напряжения. Рисуем наш трубопровод. Здесь наш идеальный источник напряжения. Турбина-насос, который подает всегда одинаковое давление. Оно давит туда, тянет отсюда, гонит жидкость по кругу, создавая давление. Так, как нам обозначить индуктивность? Вот это, наверное, наиболее действительно сложный для понимания элемент. Индуктивность проще всего обозначить как огромный, массивный, огромный, массивный, маховик, как колесо у первых пароходов. Маховик. Он перекрывает ток течению, но может вращаться. Колесо. Массивное колесо с лопастями. В тот момент, когда мы подаем, замыкаем цепь, сюда попадает давление, вот здесь вот возникает давление. Жидкость в этот момент не течет. Давление есть, течения нет. Потому что очень большая масса у барабана. Но с течением времени он начинает вращаться по ходу движения, жидкость его разгоняет, запасается энергией в инерции вращения массивного барабана. В какой-то момент, как мы помним, устаканивается какой-то ток. Если бы не было резистора в этой схеме, если бы я сейчас не дорисовал, в идеальной схеме он стал бы бесконечным. Поэтому мы его тут тоже дорисуем. В какой-то момент течение устаканивается, количество жидкости, протекающее через сечение трубы, становится постоянным. И барабан, вращающийся со скоростью потока, перестает оказывать на него влияние. То же самое происходит в случае с электронной схемой, когда индуктивность сперва препятствует току. Напряжение есть, тока нет. Потихоньку ток разгоняет магнитное поле, запасает в нем энергию. И он перестает оказывать влияние на ток. Что происходит, если мы в какой-то момент вырубим мотор? Он резко остановится, перестанет давить и тянуть, но и перекроет ток жидкости. Произойдет гидроудар. Вращающийся барабан за счет инерции создаст давление. И тут уже не то же самое, что с мембраной. Барабан может создать гораздо большее давление, чем то, которым его разгоняли. Это тоже особенность индуктивности. Такая вот аналогия для индуктивности. Итого мы рассмотрели все ключевые элементы. Самые базовые. Это источник напряжения, конденсатор, резистор, индуктивность и проводники их связывающие. Затем мы перейдем к полупроводниковым элементам, самым простым. А потом покомбинируем их, чтобы на методе гидравлических аналогий показать их отличия и как строить более сложные модели. В той же статье, о которой мы говорили про конденсаторы, индуктивность изображалась турбиной, расположенной по току движения жидкости. Я не умею рисовать, но вы понимаете, турбина. Там она нарисована так, что в общем тоже модель получается не очень удачная. Дело в том, что такая турбина, как в той статье, она пропускает жидкость. То есть в принципе, если ее зафиксировать, не дать ей вращаться вообще и пустить жидкость, она будет пропускать поток. Оказывать будет там какое-то сопротивление за редкость, превратиться в резистор. Дроссель действует не так. Там уже немножко в математические вещи надо погрузиться, но в первый момент в нулевой, в самый бесконечно малый промежуток времени, после которого на него подано напряжение, дроссель не пропускает ток вообще. Пошел разгон, ток нулевой в первый момент времени. Вот в этой модели ток будет не нулевой. Поэтому модель не очень удачная. также, когда из-за того, что наша модель она не пропускает воду, то есть наше это колесо, которое не пропускает воду, за счет именно того, что она не пропускает, гидроудар, который, резкое повышение напряжения дросселем, оно более очевидно становится, как в случае с турбиной, которая, в общем-то, пропускает воду в обе стороны. тоже. Я считаю, что наша модель точнее. Ну, а там смотрите сами, как вам удобно.